Семеновский озер Все, что выброшено безответственными горожанами, убирают волонтеры. Субботники по очистке берегов, водоемов организуют каждую весну в разных районах муниципалитета. А ведь многие жители мечтают о том, чтобы областной центр был не только чистым, но и современным. Школьники, участники дизайн-проекта считают, что в заполярной столице непременно должны быть зоопарк, яхт-клуб и городок детских дорог. О свете ЖКХ никто из учеников пока не думает, а ведь дом – это главное в жизни большинства людей. По мнению экспертов, лучше всего управлять собственностью самостоятельно, создав совет или даже отказавшись от услуг управляющей компанией в пользу ТСЖ. В летний период такие вопросы решать сложно, ведь многие уезжают в отпуск, но у дорожников это горячий сезон. Им предстоит заменить асфальт на многих магистралях Мурманска. Пока же выбоенные покрытия латает специальная машина. Обновление и на предприятии электротранспорт. В депо открыли несколько новых ремонтных цехов. На автобусах и троллейбусах легко добраться и до спортивных площадок, разбросанных по всему городу. Каждый выходной в разных районах организуют соревнования. Принять участие в стартах может любой желающий. Подробности в новом выпуске программы «Городские хроники». В рамках проекта формирование комфортной городской среды ежегодно создают новые места для отдыха горожан во всех округах. Также преобразились дворовые территории. Только за прошлый год благоустроили 14 дворов, один из которых находится по улице Мира. Отрадно, что очень хорошо сохранена площадка, на которой в прошлом году произведен ремонт асфальтового покрытия. Все зоны, тротуарная зона и игровая площадка великолепная, далеко идущие планы у руководителей этой управляющей компании. Пришла весна, как бы все тает. И мы привыкли говорить, что вместе со снегом сходит асфальт. И такого не произошло. Мы в Народном фронте уделяем достаточно большое внимание данной программе. Почему? Потому что она запускалась под эгидой и Народного фронта, и под эгидой «Единой России». Вот в данном дворе, честно скажу, мне на самом деле очень приятно наблюдать, что здесь происходит. Чтобы попасть в программу, активные жители собрали необходимые документы и заявили о своем желании сделать двор современным и комфортным. Сейчас в планах руководство управляющей организации организовать здесь еще одну парковку. Когда хорошо, хочется, чтобы было еще лучше. И жители подсказывают, что нужно делать. Сейчас вижу, что машин много и не хватает парковки. Некуда ставить машину. У каждой семьи, возможно, вы знаете сами, сталкиваясь, что не по одной машине. Все хотят во дворе содержать свою технику. Но хотелось бы подсыпать в той стороне, напротив десятого дома, хотя бы отработкой, чтобы люди могли заезжать спокойно и оставлять свои транспортные средства. В 2017 году завершился второй этап реконструкции зоны отдыха Семеновского озера. Теперь у жителей города есть не только тротуары для прогулок, но и велодорожки, игровые и спортивные площадки. Сегодня, конечно, депутаты и вместе с председателем УНФ несколько другая задача. Прийти посмотреть качество выполненных работ в предпрошлом году, и как они пережили зиму, и как на сегодняшний день они выглядят. Конечно, есть определенные недочеты, но большинство выполненных работ очень радует. Потому что асфальтовое покрытие выдержало, оборудование стоит прочно. Все замечательно, здорово. Смотрю, даже лес преобразился, прошла санитарная обрезка. Он стал чистеньким, красивеньким, приятно ходить и глазу приятно. Впереди горожан ждет обновление еще одного участка набережной в районе остановки улицы Юрия Гагарина. Берег Семеновского озера – уникальный островок природы посреди северного города. Подышать свежим воздухом и насладиться пейзажем сюда приезжают жители даже самых отдаленных микрорайонов. Но не все относятся к жемчужине столицы Заполярья ответственно, бросая битое стекло и другие отходы. Результатом каждого субботника на этой территории становятся десятки плотно набитых мешков с мусором. Семеновское озеро у нас сегодня – это зона отдыха. Посмотрите, у нас есть здесь и детские аттракционы, и скамейки для отдыха людей старшего поколения, и есть тропинки. И это зона спортивного занятий спортом, велодорожки. Зимой мы ледяным плаванием занимаемся, ходим на лыжах здесь. Это зона памяти. Вокруг Семеновского озера у нас есть два мемориала. Я очень хочу, конечно, попросить всех мурманчан, посмотрев, сколько труда вкладывают наши подростки, дети и взрослые, наши дворники, в уборку этой территории, чтобы относились бережно к ней и не оставляли после себя мусора. Неравнодушные горожане пытаются бороться с чьей-то халатностью, личным примером. Приводить в порядок территорию у них получается быстро. Но как призывать виновников беспорядка к ответственному и бережному отношению? Здесь собрались взрослые, дети, которые уже прошли часть территории, убрали. Как видите, здесь очень достойно, чисто. И очень хочется, чтобы в последующее время, потому что у нас такие условия природные, условия севера, как только немножечко снег сходит и начинается у нас тепло, у нас, как правило, все люди стремятся на природу выйти. И очень бы хотелось, чтобы жители бережно относились к труду тех детей, взрослых, которые стараются своими собственными силами привести в порядок территорию. В субботнике для Мурманска добрая традиция. Этой весной они проходят не впервые. Задача много не только собрать накопившийся мусор, но и разровнять почвенный покров, который местами, естественно, деформировался за зиму. Наводили порядок и у берегов водоема в других частях Мурманска, у озер Среднего, Глубокого, Ручья, Чистого. А ведь многие жители мечтают о том, чтобы областной центр был не только чистым, но и современным. Школьники, участники дизайн-проекта считают, что в заполярной столице непременно должны быть зоопарк, яхт-клуб и городок детских дорог. Такая идея была выбрана также не случайно, так как на территории Мурманской области проживают саамы. Численность коренного населения, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше. Именно поэтому мы хотели бы, чтобы жители нашего города не забывали о коренном населении. На вернисаже представлено 30 работ. Участников проекта «Город Мурманск начинается с тебя». Все они сделаны с душой и с любовью к родному городу. Ребятам в создании макетов помогали и родители, и педагоги. Наши ребята из детского сада номер 46, они также приняли активное участие, поддержали идею этого проекта. «Город Мурманск начинается с тебя». Создавая малые архитектурные формы, они участвовали в виртуальных экскурсиях по значимым местам нашего города. И вообще этот проект, он воспитывает любовь к городу, бережное отношение, творческий подход, то есть самое главное творческое мышление у детей. Участники проекта считают, что создание новых общественных пространств сделает столицу Заполярья привлекательнее и интереснее. И их мнения разделяют представители городской власти. «Вот я всегда говорю в таких случаях, у нашего города есть будущее, потому что, посмотрите, какие интересные, креативные, уже готовые специалисты. Как они интересно представляют свои проекты». «Вы сначала проработали идею, а потом воплотили ее своими собственными руками. Причем в коллективе. Это значит, что вы можете работать в команде. И ваша команда справляется с такими серьезными делами». Итоги городского социального проекта подведут в октябре. О сфере ЖКХ никто из учеников пока не думает, а ведь дома – это главное в жизни большинства людей. По мнению экспертов, лучше всего управлять собственностью самостоятельно, создав совет или даже отказавшись от услуг управляющей компании в пользу ТСЖ. К сожалению, сегодня не все понимают, что только жильцы дома, создав свой совет дома, могут вступить в программу «Комфортная городская среда». Могут сами выбрать товарищество собственников жилья или управляющую какую-то компанию. Есть такие люди, которые ждут, когда за них кто-то сделает. Многие еще не знают, что учреждения «Новые формы управления» оказывают консультационную помощь горожанам, которые столкнулись с проблемами ЖКХ. Специалисты готовы помочь составить исковое заявление, жалобу, объяснят, как организовать ТСЖ или сменить обслуживающую организацию. Можно прийти в «Новую форму управления» на консультацию за образцами документов. Тот же список управляющих организаций с адресами и телефонами у нас получить. И можно попробовать достичь тех же результатов, как у жильцов номера А4. Бесплатно с 9 до 6 вечера можно приходить, получать эти документы сразу, либо писать заявление. И методическая помощь в писанном виде будет направлена в адрес жителя. В летний период такие вопросы решать сложно, ведь многие уезжают в отпуск. Но у дорожников это горячий сезон, им предстоит заменить асфальт на многих магистралях Мурманска. Пока же в ЭБН и в покрытии латает специальная машина. Поддерживающий ремонт традиционная после долгой северной зимы процедура. Раньше ямы заполняли вручную с помощью гидромолота. Сейчас это делают с помощью новой установки, которая облегчает труд рабочих и позволяет сэкономить время. Цена оснащена бункером, в который засыпается щебень мелкой фракции и битумная эмульсия. Соответственно, под давлением подается сначала битумная эмульсия, обрабатывает основное корыто. И также под давлением подается щебень в перемешку с битумной эмульсией, заполняет поврежденный участок дороги. Машина одна, но, как заверяют специалисты, ямы заполнят на всех дорогах Мурманска. Такая технология позволяет ремонтировать выбоины в 3-4 раза быстрее, чем раньше. Важно о том, что техника отработала 10-15 минут, дорога не прикрылась, затруднений никаких не вызывает. Мы сейчас с вами на северном проезде, дорога достаточно узкая, проблемная. И, в принципе, мы с вами видим, не пробок, нет. На устранении ям ремонт не завершится. Впереди масштабная работа, которая затронут участки дорог во всех округах города. Обновление и на предприятии электротранспорт. В депо открыли несколько новых ремонтных цехов. Они предназначены для починки корпусов и покраски городского транспорта. В настоящее время автопарк электротранспорта состоит из 180 единиц техники различной вместимости. Все эти машины требуют техобслуживания. А с учетом сложного движения в городе, то и внеплановые ремонты – дело обычное. Действительно, город помог горе электротранспорту приобрести эту территорию. Потому что мы очень хорошо понимаем, без соответствующей самым современным требованиям базы, материально-технического снабжения, конечно, такой сложный процесс, как городской общественный транспорт, его просто не решить. Ремонтные боксы оснастили по последнему слову техники. Построили новый экономичный теплопункт, установили вентиляцию, произвели ремонт полов, кровли, фасада. Помещение даже подключили к центральному отоплению. Работать в таких условиях – одно удовольствие. Мы будем и дальше вперед двигаться. И причем, наверное, вы заметили о том, что мы не просто там делаем какое-то временное сооружение. Мы действительно делаем все по уму, так, чтобы, если это отопление, чтобы это было действительно отопление экономичное, которое качественно нагнетало температура. Если это вентиляция, это одно из самых современных вентиляционных устройств. Создание новых цехов позволило существенно увеличить число мест для ремонта автобусов. К тому же теперь машины, выходящие на линию, несомненно, будут выглядеть лучше. Ведь в таких условиях кузовные работы будут выполняться быстрее и качественнее. На автобусах и троллейбусах легко добраться и до спортивных площадок, разбросанных по всему городу. Каждые выходные в разных районах организуют соревнования. Принять участие в стартах может любой желающий. В этот раз спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор» «Родной город» собрал вместе жители улицы Орликовой. Не стало преградой даже достаточно холодная и временами переменчивая погода. У нас все здорово, кроме немножко погоды подкачало. Все-таки думали, градусов на 5-5 теплей будет. Но вы знаете, наших детей и родителей это вообще не остановило. Поэтому наш замечательный праздник «Родной двор», «Родной город» сегодня состоится. Будем веселиться, знакомиться, соревнования, спортивные игры. Понимаете, когда появляется инфраструктура, вот 50-я школа, сделали замечательный стадион. Все, детей отсюда не выгнать. Они все перезнакомились, они все дружат. То есть все на самом деле происходит, как должно происходить в детстве. Поэтому это не может не радовать и говорит о том, что этого надо делать больше, больше, больше. Что, собственно говоря, мы и делаем. Организаторы проекта стараются сделать каждый такой праздник незабываемым. Сюрприз этого – зажигательная зумба, которую мурманчане танцевали вместе с профессиональным инструктором. В городе Мурманске есть хороший, замечательный проект, который, в принципе, включает практически все микрорайоны города. И мы очень признательны организаторам, что сегодня этот проект пришел в наш микрорайон улицы Орликово. Вы видите большое количество детей. Мы очень надеемся, что и молодежь в это время еще учится, но они также активно включатся в спортивную жизнь, в пропаганду здорового образа жизни. Разогревшись и получив необходимый спортивный настрой, участники разбились на команды и начались веселые старты. Совсем маленьким побеждать помогали родители. Программа традиционно разнообразная – эстафеты, спортивные, развлекательные аттракционы, командные и индивидуальные конкурсы. Лучших участников отметили призами и дипломами, но главный подарок получили все. Неизменный для этого события – заряд позитива. Проект на улице Орликово у нас первый раз. Очень интересно, очень много деток собралось. Я думаю, что это нужно – и участвовать и родителям, и детям. Спорт, здоровье, сила. Здорово, танцевальное настроение хорошее, танцы здорово. Ну, в общем, побольше бы таких праздников для детей, и вообще здорово было. Настроение отличное. За эти годы в Мормонске построены 136 спортивных и детских площадок. Соревнования в рамках проекта «Родной двор» родной город организует на них каждый выходной. Только в прошлом году праздников было 30, а участниками стали более 5000 горожан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова